Сага о кладированных динозаврах. Сегодня вспоминаем фильм «Парк Юрского периода» в день его годовщины. Вот уже 27 лет эта история будоражит любителей научной фантастики, а для нас, для рядовых зрителей, это отличный повод вспомнить о ключевых моментах серии фильмов. Именно об этом, друзья мои, мы сейчас и будем говорить с нашим дружественным блогером Ильем Аклаудом. Илья, здравствуйте. Доброе утро. Илья, ну, давай, ты начнешь повествование, за что ты любишь «Парк Юрского периода». Ну, мне нравится, в принципе, тема динозавров. То есть, одна из моих любимых тем, ну, наверное, для тех, кто 90-й рост, у кого детство пришлось на 90-е, те, наверное, помнят, что, ну, динозавров было много. И в том числе, наверное, в первую очередь, это вот именно из-за фильма «Парк Юрского периода», то есть, было такое возрождение интереса к этому, да, то есть, именно популяризация. Да, благодаря этому фильму многие ребята историками стали, археологами. Палентологами. Да. Вот. Потом, то есть, ну, там много всего было, все остальное в 90-е, ну, то есть, вот именно конкретно это, это надо, ну, насколько я помню, это не оригинальный сценарий, это была книга Майкла Крайтона, то есть, и вот, собственно, Стивен Спилберг поставил эту книгу, естественно, он адаптировал. Ну, надо сказать, уже к тому времени, по-моему, это был 93-й год, да, и к тому времени он уже был достаточно таким известным режиссером, и, наверное, достаточно продвинутым сам по себе, как бы, как продюсер. То есть, он знал, как вот это работает, как что снять хорошо, чтобы показать, чтобы заработать денег, чтобы потом можно было снять сиквел. Это без негативных коннотаций, как я обычно это говорю. Вот. Ну, замечательный, на самом деле, сценарий, приключения, вот чего не хватает сейчас, мне кажется, очень сильно в кинематографе, именно приключенческий сценарий. Вот. Ну, и не в последнюю очередь, на тот момент были достаточно продвинутые спецэффекты, то есть, там была достаточно сложная комбинация именно компьютерной графики и вот именно реквизита. Слушай, ну, я тебе так могу сказать, я когда первый раз увидел парк юрского периода, и причем это не на современных, да, плазмах вот этих огромных, а на там, я не знаю, ну, 56 там дюймов был период, да это было просто, это фантастика какая-то была, это было невероятно. Причем, ты понимаешь, вот каждый же ребенок мечтал вот в том, все 90-е, чтобы динозавры были вот сейчас жили. И вдруг, когда ты вырастаешь, ты понимаешь, что не надо. Ну, собственно, создатели об этом весь фильм говорили, там, что, типа, эволюция разделила динозавров и людей миллионами лет. Слава Богу. Да, и слава Богу, что разделила, да, что так вот получилось, и это как бы нехорошо, потому что, ну, вот, заигрались. Но, тем не менее, кстати, вот, три фильма же прошло, да, еще в 90-е. Сейчас вот... Ну, это самые успешные, три фильма. Да, нет, на самом деле, кстати, с точки зрения именно, вот, наверное, сборов, сейчас вот современные, кстати, тоже неплохо собирают. Нет, то, что, конечно же, имя непосредственно первых трех привлекло людей, это понятно. Но вот сколько у нас после трех было фильмов еще про игры? Еще два. Еще два. Вот четвертый, мне кажется, был совсем умничать. Ну, тем не менее, он был такой, как бы, его сняли, вот, чтобы снять еще и пятый. То есть там сюжет, ну, он прям такой вот, разорвали, такой. Ну, понятно, сейчас дальше еще что-то будет снимать. Сейчас пока, кстати, я так понимаю, приостановили. Ну, кстати, Спилдверх занимался, так сказать, четвертый. Продюсировал. Продюсировал. Продюсировал, да. То есть он уже, как бы, ему такие проекты, я так понимаю, не особо интересны. Он вообще очень в последнее время редко возвращается именно к старым франшизам. Ну, не считая Диана Джонса, конечно. Вот, то есть, а так вот он берет, продюсирует ему, пожалуйста. То есть, тем более, что, ну, как я сказал, его имя все-таки достаточно такое раскрученное, как бренд. Да, то есть, и если он будет, там, впишется где-то в этот проект, скажет, вот, от продюсера Спилдверга. Естественно, люди как бы на это среагируют. Вот, но, тем не менее, он не говорит о том, что это, как бы, какой-то пустой кино. Нет, он так же развлекает, просто, может быть, на каком-то другом уровне. Спилдверг с чего начинал? Да, Спилдверг начинал, естественно, кстати, вот, один из, наверное, таких аспектов, про которые не знают люди, это то, что, как бы, он тоже был таким достаточно андеграундным режиссером поначалу, а потом, в какой-то момент, ему удалось вот вписаться в проект достаточно известный фильм «Челюсти». И вот, 75-й год, если память не изменяет, фильм «Челюсти», самой первой части, он снимал, ему было что-то 28, что-то такое. Он достаточно молодой был по меркам Голливуда, когда, это надо понимать, кстати, 70-е годы, это было после, вот, наверное, завершила золотая эпоха Голливуда, да, когда началось уже активно телевидение, телепроекты, забирать зрительскую аудиторию. И вот после этого, ну, то есть, там, в основной своей массе как раз Голливуд стал таким больше, наверное, на автомате, именно, вот, начал превращаться в эту вот машину по зарабатыванию денег, где, как бы, продюсеры больше всего диктовали. И вот Спилдверг стал одним из первых на тот момент режиссеров, которые стали, вот, ну, как бы, что вот я, я автор, авторское кино, и оно может быть кассовым при этом. Вот, и в челюсти, они, кстати, собрали, по-моему, 100 миллионов долларов, на тот момент это что-то было... Да, однозначно, это один из самых крутых ужасов. Это что-то было, на самом деле, на тот момент, это какой-то был просто запредельный сбор, и именно тогда, вот, появилось понятие летнего блокбастера. Тогда фильмы летом не прокатывали, считали, ну, не прокатывали, конечно, но очень мало, «Мертвый сезон» считался. И вот он выстрелил, и с тех пор вот появился этот вот термин «летний блокбастер». Какой вывод нужно сделать нашим телезрителям из нашего разговора с Ильей Маклаудом? Друзья мои, Стивен Спилберг, если вы вдруг не знаете этого имени, сразу набирайте в поиски и смотрите абсолютно все фильмы, в которых он принимал участие. Кстати, как мы уже говорили, знаменитый парк юрского периода он снял, не имея никакого специального киношного образования. Но даже такому мэтру пришлось идти учиться уже гораздо позднее, чтобы подать пример своим детям, которые, глядя на отца, не хотели идти в вузы. Вот и мы рекомендуем чему-нибудь доучиться.